Рав, что значит, что он говорит, что эти падения нужны для раскрытия зла, и что потом они знали, что только Творец сможет помочь им, и его помощь приходит именно в виде полного хессарона, и тогда может прийти полная помощь. Почему помощь приходит только на полный хессарон? В любом состоянии, в котором мы должны принять приближение к целитворению, мы приближаемся к совершенству. И совершенство включает в себя добро, зло, все действия, все состояния, которые прошел человек. И принимаем это вместе. Творец все создал, все приготовил. Так что мы, да, в состоянии понять, постичь, почувствовать и оправдать его. Чем состояния противоположные. Поэтому тут ничего не поделаешь. Нужно только продолжать, продолжать и продолжать на том же пути. Так он продолжает и пишет, что когда ты смотришь на падение, то поднимается в нём подъём на более высокий уровень. Да. И это просто чудо. Как это происходит? Прежде всего, как получить силу в состоянии подъёма, смотреть на падение? Ну вот как раз в состоянии подъёма. Он получает силу, и тогда он может взглянуть на падение и понять, насколько ему не хватало ещё исправлений, изменений. Он смотрит на состояние, которое показали ему раньше разведчики, когда он находился в состоянии падения. Именно эти состояния он исправляет сейчас в подъёме? Ну, допустим, хотя... Это... Это нам так кажется. Что мы исправляем, какие-то состояния. То, что, может быть, мы сами к этому привели. Так кажется человеку. Возможно. То есть получается, что падение, которое он получает в пути, это как его возможности потом во время подъёма сделать выбор. Да. Не уравновешивать его, как бы. И нужно тогда благодарить за них. Да. Потому что это такой общий взгляд. Благословять. И то, и другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok